Ты помнишь день нашего знакомства? Да, мы уже немного знали друг о друге. Ты прилетела в Париж. Я как раз был там. Я написал тебе сообщение о том, что собираюсь встретиться с друзьями. Спросил у тебя, не хочешь ли ты с нами. Ну и затем ты, конечно, согласилась. Естественно. Нет, 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 нет. Я не хотела этого делать. Вы видите? Эй, как делишки? Да, все в порядке. Ой, спасибо. Все в порядке? Да, все нормально. Итак, здесь мы будем говорить об отношениях. В целом, что для тебя значит иметь отношения? Во-первых, у тебя есть отношения с твоим тренером, с твоей командой. Могу сказать, что мне легко совмещать семью и работу, потому что у меня есть ты. Это уже совершенно другие отношения. Но я нашел человека, близкого мне по духу, который тоже занимается этим спортом. Мне важно сохранять и совмещать эти отношения. Если говорить обо мне, то до того, как я встретила тебя, мне было очень сложно балансировать между карьерой и отношениями. Потому что мы, спортсмены, очень часто путешествуем. Практически 50 недель в году. И это довольно сложно. Это большой вызов. Особенно для девушек. Потому что девушки хотят чувствовать любовь. Девушки хотят, чтобы рядом всегда кто-нибудь был. Так что, да, это было довольно сложно. Но мне очень повезло повстречать тебя. С тобой я вижусь практически еженедельно. Сейчас покраснею. Расскажи о нас подробнее. Как ты нашла этот баланс? Я думаю, что нам повезло, потому что ты тоже теннисист. Мы объединяем наши команды. И какое-то время мы проводим вместе. Мы спортсмены, выступающие на высоком уровне. Очень важно иметь рядом человека, который имеет те же цели, что и ты. Это самое невероятное, что может быть у тебя в жизни. Так, а теперь давай поговорим о минусах. В любом случае, они есть. Самое плохое, это когда один из партнеров любит ранние тренировки. В 7 или 8 часов. По большей части это я. Я люблю тренироваться рано утром. А второй из нас любит поспать 12 часов. Вот это довольно сложно. Но я думаю, что мы довольно неплохо с этим справляемся. И здесь у нас также все очень сбалансировано. По утрам я довольно тихая. Ты помнишь день нашего знакомства? Да. Это было в Париже. Очевидно, что мы знали друг друга и до этой встречи. Но это был уже другой уровень отношений. Да, мы уже были немного знакомы. Ты приехала в Париж, а я уже был там. И мы оба находились там с разными целями. Это забавно. И я помню, что написал тебе. Сказал, что собираюсь встретиться с друзьями. И позвал тебя выпить с нами. И затем ты, конечно же, ответила «да». Естественно. Не-не-не-не-не. Сначала я этого не хотела. Не, ну вы видели. Да нет, я просто плохо себя чувствовала после долгого перелета из Сингапура. И мне было очень сложно оставаться бодрой. Вот как раз из-за твоего отказа, когда ты все-таки сказала, где мы встретимся. Я пришел с опозданием. Но все это было мило. Мы встретились в Париже. Да, это было классно. Это была наша первая встреча с за пределами теннисного корта. Это было настоящее знакомство. Я узнал настоящую Элину. И думаю, ты узнала настоящего меня. Думаю, как раз с того дня мы и начали общаться чаще. Звонить друг другу или писать. Делиться друг с другом, что у кого происходит. Мы были счастливы тому, как все развивается. Кто решил завести совместный Инстаграм? Я думаю, что мы оба. Я помню, что мы были в Австралии. Мы просто хотели контролировать процесс объявления того, что мы в отношениях. Я помню, ты победила во втором раунде Австралия Опен. И тебе задали вопрос касательно нас. И в тот момент ты не знала, что с этим делать, как отвечать. И тогда мы решили объявить о том, что мы пара в Инстаграме. Название аккаунта придумал ты. Да, это правда. Название очень подходящее. Джемс. Наши инициалы. Но вначале этот аккаунт создавался просто, чтобы контролировать ту информацию, которая будет доноситься до людей. А затем мы просто начали веселиться, развлекать наших фанатов. Мы веселимся и наслаждаемся этим. Да, это классно, что мы делаем такой контент. Очень классно делиться им со своими фанатами. Делиться тем, что остается за кулисами. И к тому же это еще одно совместное занятие. И кто же ведет этот аккаунт? Очевидно, что я. Да, с какими-то идеями приходишь ты. Но в основном я. Скажи, ты нервничал в тот день, когда делал мне предложение? Вообще нет. Я был уверен. Конечно, в такой ситуации ты немного нервничаешь. В общем, было нелегко все спланировать. Нужно было выбрать хорошее место. Потому что, как ты знаешь, у меня было много идей. Но затем все начало развиваться само собой. Как ты знаешь, я буду честен. Я не люблю прогулки. А мы отправились в небольшой поход. Четырехчасовой поход. Да, верно. И, как вы понимаете, Лина шла впереди. Затем пропало интернет-соединение. И я не мог найти ту точку, которую видел в гугл-картах. Поэтому я постоянно оглядывался. Не прошли ли мы то место. Пытался понять, где мы. И вот, наконец, когда мы пришли в нужное место, там было множество людей. И это при том, что была пандемия. И в итоге мы пошли дальше. И я подумал, окей, буду импровизировать. Поедем в какой-нибудь ресторан. И вот каким-то образом Лина нашла место, которое было даже лучше. Оно находилось в 800 метрах от парковки. И я просто почувствовал. Почувствовал, что это нужный момент. И, конечно же, я очень переживал. Скажи, ты переживал больше, чем в матче против Рафы на Ролан-Карос? Это то же самое или нет? Нет, здесь ты с одной стороны уверен. Ты ведь знаешь, какие у тебя отношения. Но в то же время это важный шаг в жизни. И поэтому я переживал. Это больше, чем просто матч. Наша жизнь — это больше, чем спорт. Так что, да, я нервничал. И был очень рад тому, что все сложилось как нужно. Знаешь, когда ты позвал меня в поход, это было довольно странно. Потому что обычно мы в горы не ходим. И да, я была очень счастлива тому, что это произошло. Я была счастлива тому, что ты сделал мне предложение именно так и в том месте. Это был потрясающий момент. И я рада, что все сложилось именно так. И, конечно же, я согласна, что это большой шаг в нашей жизни. Это потрясающее чувство. Кто в нашей паре планировал свадьбу? Думаю, что на 99,99% это я. И оставшаяся одна сотая на тебе. На мне только музыка. Да, только музыка. Я думаю, что мы уже знаем, чем хотим заниматься до конца наших жизней. Это просто еще один шаг вперед, который делает наши отношения более официальными. Я думаю, что это в любом случае должно было случиться. Самое главное — это наше желание. Мы хотим быть успешными как и в личных отношениях, так и в спорте. И я думаю, что в браке у нас все будет даже лучше. Возможно, мы будем наслаждаться еще больше. Погнали! Субтитры сделал DimaTorzok